Иван Андреевич Крылов вошел в историю русской литературы как баснописец, автор драматических произведений, издатель журналов и публицист. Его творческое наследие составляет трагедии, комедии и 236 басен, собранных в девяти томах, которые были изданы еще при жизни. Самые известные басни – «Лебедь, рак и щука», «Овцы и собаки», «Ворона и лисица», «Мартышка и очки», «Листья и корни», «Обоз», «Квартет» и другие. Иван Андреевич родился 2 февраля 1769 года в Москве в семье бедного армейского офицера. Отец – Андрей Прохорович Крылов, мать – Мария Алексеевна Крылова. Место рождения точно неизвестно, возможно, Москва, а может, Троицк или Заволжье. Когда Ване исполнило 6 лет, его отца переводят по службе в Тверь, где семья в бедности продолжает свое существование, а вскоре и вовсе теряет кормильца. Получить достойное образование не удалось из-за бедности семьи. От отца он перенял большую любовь к чтению, получив в наследство лишь огромный сундук с книгами. Состоятельные соседи Крыловых позволили Ивану присутствовать при уроках французского языка, которые давались их детям. Так Иван Крылов смог выучить французский. Занимаясь самообразованием, Крылов изучил несколько языков, считался одним из самых просвещенных среди современников. Это стало возможным благодаря сильному стремлению юноши к чтению языкам и наукам. Главной школой жизни Ивана Крылова стал простой народ. Будущий писатель с удовольствием посещал различные народные гуляния и развлечения. Сам нередко принимал участие в уличных боях. Именно там, в толпе простого люда, черпал Иван Андреевич перлы народной мудрости и искрометного мужицкого юмора. Емкие, просторечные выражения, которые со временем лягут в основу его известных басен. В 1782 году семья в поисках лучшей жизни переезжает в Петербург. В столице Крылов приступил к казенной службе. Однако такая деятельность была не по душе юноши. Увлекшись модными тогда театральными веяниями, Иван Крылов проявляет себя в написании драматических произведений, трагедий, комедий, оперных либретто. Критики того времени не одобряли его творчество. Неудачи на поприще драматургии не остудили, а наоборот усилили сатирические нотки в таланте будущего баснописца Крылова. Он берется за издательство ежемесячного сатирического журнала «Почта духов». Но через 8 месяцев журнал прекращает свое существование. Выйдя в отставку, в 1792 году Иван Андреевич приобретает типографию, где начинает выпускать журнал «Зритель», который стал пользоваться большим успехом, нежели «Почта духов». После произведенного обыска и он был закрыт, а сам издатель посвятил несколько лет путешествиям. В 1797 году Крылов поступил на службу князю Голицыну в роли домашнего учителя и личного секретаря. В этот период Иван Андреевич не перестает создавать драматические и поэтические произведения, а в 1805 году отправляет на рассмотрение сборник басинг известному критику Дмитриеву. Последний по достоинству оценил творчество автора и сказал, что это его истинное призвание. Так, в историю русской литературы вошел блестящий баснописец, который последние годы жизни посвятил написанию и изданию произведений этого жанра, работая библиотекарем. Его перу принадлежат 236 басен для детей, собранных в 9 прижизненных сборников, а также оригинальные и переводные сатирические произведения для взрослых. О рассеянности, небрежной неряшливости и невероятном аппетите Ивана Крылова ходили легенды и слагались анекдоты. Вполне в его духе было положить в карман сюртука ночной чепчик вместо платка, вытянуть его во время пребывания в обществе и высморкаться. Иван Андреевич абсолютно равнодушно относился к своему внешнему виду. Несмотря на это, он пользовался женским вниманием. В 22 года он полюбил дочь священника из Брянского уезда Анну. Девушка ответила ему взаимностью, но когда молодые люди решили жениться, родные Анны воспротивились этому браку. Они были в дальнем родстве с Лермонтовыми и к тому же состоятельны, поэтому выдать замуж дочь за бедного рифмоплета они отказались. Но Анна так тосковала, что родители все же согласились выдать ее замуж за Ивана Андреевича, о чем телеграфировали ему в Санкт-Петербург. Но Крылов ответил, что у него нет денег, чтобы приехать в Брянск, и попросил привезти Анну к нему. Родные девушки были оскорблены ответом, и брак не состоялся. Современники Ивана Крылова писали, что к неряшливому и сумасбродному баснописцу были неравнодушны именитые дамы. Якобы его любила балерина, бывшая содержанкой великого князя Константина Павловича. Но баснописец отшутился, что к браку непригоден. Говорят, что обаятельному толстюку очень симпатизировала сама императрица Мария Федоровна. И это, несмотря на то, что Иван Андреевич осмелился появиться перед ней в дырявом сапоге, из которого торчал палец, да еще и чихнуть, когда целовал руку императрицы. В 1823 году Иван Андреевич перенес два инсульта и стал на ноги благодаря уходу именно императрицы Марии Федоровне в Павловске. Иван Крылов так никогда и не женился. Официально у него нет детей, но людская молва приписывала ему гражданскую жену. Это была его домработница Феня. Жениться на ней Крылов не мог, так как общество бы осудило его. Тем не менее, Феня родила девочку Сашу, которую считают небрачной дочерью Крылова. По другим сведениям, Александра Савельева была удочеренной крестницей Ивана Андреевича. О том, что это может быть правдой, говорит факт, что после смерти Фени Саша осталась жить у Крылова, а после ее замужества Крылов с удовольствием нянчил ее детей и переписал все свое имущество на имя мужа Александра, а все права на свои произведения на нее саму. Во время кончины Ивана Крылова у ее постели находились Саша, ее муж и двое детей. Умер Иван Андреевич Крылов 9 ноября 1844 года от двухстороннего воспаления легких. Похоронен в Петербурге на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. Продолжение следует...